Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня предмет нашего разговора, и он же заключительный, тема, посвященная монгольскому периоду истории Русской Церкви, это просвещение и книжность. Святозарский Алексей Константинович, кандидат богословия, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии. Что касается духовного просвещения, образования в Древней Руси, ну, картина, собственно, не меняется. Некой школы, правильно организованной, тем более школы выше, не существует, но грамоте учат. В основном это представители тех сословий, которые, в общем-то, принадлежат к верхушке общества. Мы знаем множество примеров при отсутствии правильной системы образования людей очень образованных, о которых обязательно поговорим. Парадокс древнерусской жизни – образования нет, но есть образованные люди. Что касается начального обучения, вот этого традиционного обучения, которое начинается с азбуки, потом продолжается чтением часослова и псалтыри, самых необходимых для благочестивого книжного человека книг в Древней Руси, то здесь, ну, мы видим, что и на Волыни святитель Петр будущий обучается грамоте. Преподобный Стефан Махрический в Киеве, в Москве, будущий святитель Алексей, а тогда отроки Лефери. Вот, кстати, один из образованнейших людей. Как, где – неизвестно, но он овладевает греческим. Более того, мы знаем, что им был сделан свой перевод Нового Завета с греческого на славянский. Перевод этот не вошел в церковное употребление, но он существует, и, как мы знаем, он был переиздан в конце 19 века. Особенности этого перевода очень высоко ценил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Святитель Стефан Пермский, просветитель Зырянского края, учится грамоте у себя на родине в Великом Устюге, где отец его был причетником Успенского собора, а затем попадает в Григорьевский затвор. Вот это вот загадка, потому что информации у нас нет об этом практически никакой, но есть место, где этот затвор по преданию находился, на территории современного Ростовского Кремля, храм святителя Григория Богослова. Как бы обозначает это место. И вот из этого затвора Стефан вышел человеком, который получил прекрасную филологическую подготовку. Совершенно точно он знал греческий. Более того, он мог сам делать переводы, ну, по сути, да, вот, создавать и Зырянскую азбуку, и переводить священные богослужебные тексты на Зырянский язык, которые необходимы были ему для ведения проповеди, проповеднической деятельности. В Калязине преподобный Макарий Калязинский постигает азы учения. Все это известно нам из житий, которые часто подробно останавливаются на детских и отроческих годах жизни тех или иных подвижников. В Новгороде святители Ефимий, святитель Иона, архиепископы Новгородские. И, в общем, мы видим, что явление это вот не такое уж редкое. Другое дело, что, конечно, приоритет остается за гениальными самоучками, которые вот сами своим путем, своим ходом постигают уже некоторые основы, может быть, богословия, да, и какой-то филологической подготовки по мере надобности. Что касается литературы Древней Руси этого периода, она очень живая, она живо реагирует и на то положение, в котором оказалась страна, народ, соплеменники в связи с Батыевым нашествием. Дается очень четкая нравственная оценка тому, что произошло и почему так случилось. Очень в этом отношении показателен пример святителя Серапиона, епископа Владимирского. Из сводов летописных более позднего времени, конца 15-го столетия, мы знаем, что он характеризуется как человек вот следующим образом. «Бежеучителен зело в Божественном Писании». «Бежеучителен и книжен» – это высшая похвала книжному человеку. От него осталось пять поучений, все они произнесены были, ну а потом записаны, да, произнесены по актуальным поводам. Особенно замечательно его третье поучение. «Бежеучителен» – невозможно не процитировать, и потом скажу почему. «Видя, что наши беззакония умножились, видя, что мы отвергли его заповеди, он, Бог, послал многие знамения, неоднократно учил через рабов своих, и мы ни в чем не оказывались лучшими. Тогда он навел на нас народ немилостивый, народ лютый, народ, не щадящий никакой красоты, ни немощи старца, ни младости детей, ибо мы подвигли на себя ярость Бога нашего. По словам Давида, вскоре возгоресе ярость его на нас. Разрушены Божьи церкви, осквернены священные сосуды, попрана святыня. «Святители сделали с добычей меча, тела преподобных иноков брошены в пищу птицам, кровь отцов и братьев наших, аки вода, много напоила землю. Исчезла крепость наших князей, военачальников, храбрые наши бежали, исполненные страха. А еще более, братьев и чад наших отведено в плен. Поля наши поросли травою, и величие наше смирилось. Красота наша погибла, богатство наше досталось другим. Труды наши достались неверным, земля наша стала достоянием иноплеменников. Мы сделались предметом поношения для соседей наших, посмешищем для врагов наших». Вот сегодня множество разного рода теорий, часто продиктованных какими-то политическими, да, вне научными соображениями, трактуют по-разному, да, вот это отношение Руси и Орды. Мы сейчас этого касаться не будем, мы просто услышали голос современника. Как все это воспринималось людьми первого поколения после Батыева нашествия. И самая потрясающая вот эта трезвенная нравственная оценка, почему это произошло. И вот в этом обличительном пафосе, в лучшем смысле этого слова, словно звучит голос одного из библейских пророков. Может быть, даже текст навеян пророчествами Исаии, его обличениями, данными ветхозаветному народу. События актуальные, события начального периода Золотоордынского иго, а это было именно иго, иго тяжкое. Мы об этом говорили, еще будем говорить. Навеяны и многие произведения древнерусской литературы этого периода. Например, житие Михаила Черниговского, которое в оригинале называется так. Слово новосвятую мученику, это двойственное число, два мученика. Михаила, князя русского и Федора воеводы, первым в княжении его, сложено вкратце на похвалу святыма отцема Андреем. Рассказывается там о нашествии Баты. Вот тоже необходимо здесь остановиться. Говорится о том, что в 1238 году было нашествие поганых татар. Поганый в данном случае означает язычник. Когда Орда приняла ислам, тем не менее, это название сохранялось. От поганец, языческий поганых татар на христианскую землю по гневу Божию, за умножение грехов наших. Тогда некоторые затворились в городах, а Михаил бежал в Угры, другие же бежали в дальние земли, а иные укрылись в пещерах и пропастях земных. Те, которые затворились в городах, молясь Богу со слезами и покаянием, все безжалостно были избиты от поганых. А из числа скрывшихся в городах и в пещерах, и в пропастях, и в лесах остались немногие. Тоже оценка происходящего, причина греха. Какой грех? Это грех небратолюбия. Прежде всего, грех княжеских междоусобиц, вот этой перманентной вражды, которой болели русские князья того времени. И дальше в житии подробный рассказ о подвиге святых Михаила и Федора, о подвиге осознанного принятия мучений за Христа, верности к Христу. Житие Александра Невского. Конечно, такая крупная фигура не могла пройти мимо внимания древнерусских книжников. Житие это анонимное. Здесь дан образ мужественного князя, защитника православия, защитника своего народа. И здесь же мы видим такую традиционную характеристику, похвалу князю. Был он и еролюбец, любил священников, и мнихолюбец, и нищих любил, и митрополита, и епископов слушал их, как самого Христа. Еще одно княжеское житие, житие Михаила Ярославича Тверского. Мы помним, что один из героев эпохи – это князь, либо страдающий за свой народ, либо защищающий родную землю и православную веру с мечом в руках. Житие Михаила Ярославича Тверского составлено в первой четверти XIV столетия по свежим следам, составлено очевидцем подвига этого князя, его жертвенного подвига во имя спасения собственного удела, своего народа, своих подданных. Автор жития – очевидец, происшедший воегумен Тверского отроча монастыря Александр, который сопровождал князя в Орду. Непосредственно это житие написано по следам совершившихся событий. По жанру это типичное мученическое житие, составленное по всем канонам этого жанра. И автор жития указывает на то, что путь Михаила Ярославича – это путь тех, которые тело свое предали на поругание узам и темницам, и ранам, конечная кровь свою проливающая, восприимах у царства небесное и венец неувидаемый. В житии Михаила Ярославича Тверского антиордынская позиция автора выражена предельно четко. Главные отрицательные персонажи, они же реальные и исторические, участники этой трагедии, виновники ее – это хан Узбек, это кавгады, это люди окаянные и беззаконные. Главная идея жития – это самопожертвование князя ради своих подданных. И здесь он сравнивается с древним мучеником Дмитрием Солунским, сравнивается он с русскими святыми страстотерпцами Борисом и Глебом, и с первым мучеником, пострадавшим в Орде, Михаилом Черниговским. От монгольского периода у нас сохранилось достаточно много посланий наших иерархов, но когда мы с вами занимались обзором иерархии, мы об этих посланиях говорили, поэтому не будем повторяться, а обратимся к посланиям иного рода. Это послания иноков. Примета времени, роль духовных наставников из числа монашествующих, монастырское движение, школа преподобного Сергия, влияние вот этих вот духоносных старцев на русских князей проявляется, например, в посланиях преподобного Кирилла Белозерского. Он оставил три послания, адресованные трём братьям-князьям, трём сыновьям святого благоверного князя Дмитрия Донского. В послании к Василию Дмитриевичу он говорит об ответственности, связанной с княжеской властью. «Аще кто от бояр согрешает, не творит всем людям пакость. Аще ли же сам князь всем людям, и же под ним сотворяет вред». Особенно осуждает преподобный Кирилл Белозерский княжеские усобицы в этом послании. А вот послание к Андрею Дмитриевичу Можайскому. В этом послании упоминается чудо, бывшее от иконы Божией Матери. Возможно, речь идёт о чуде от Владимирской иконы, бывшее в нашествии Тамерлана. А также поучение, наставление, прямое, такое очень дидактичное, об обязанностях князя унимать людей от лихого обычая, следить за правдой в судах. А также восстаёт преподобный против пьянства, расставщичества, разбоя, сквернословия и доносов, которые именуются подмётами. Ну, а в послании к Юрию Дмитриевичу Звенигородскому, послание это, возможно, уже второе, преподобный советует князю исправить свои недостатки. Дело в том, что у Юрия Дмитриевича серьёзно заболела жена, он поделился своим горем. И вот преподобный говорит, что прежде всего надо обратить внимание на свои грехи. Выступает он также и против поездки князя в его монастырь. Князь просил благословения, прибыть ему на богомолье. А преподобный говорит, что не следует этого делать ради славы человеческой. Вообще, от преподобного Кирилла Белозерского осталось большое наследие. Это целых 25 грамот. Его, как настоятеля монастыря, приписывается ему также поучение в неделю сырную о памяти смертной. Сохранилась и его библиотека. Это совершенно уникальное собрание, потому что нам очень важен круг чтения древнерусского инока, откуда эти подвижники черпали духовную мудрость, вообще какие книги читали. Библиотека – это один из важнейших центров монастыря. Библиотека хранится частью в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, частью в Русском музее, в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и в Государственном историческом. Там сохранилось 12 книг. Это Евангелие, Псалтырь, Триканоника. Это Лествица с Авой Дорофеем, такая вот начальная монашеская книга. Ну и также сохранились Святцы и четыре житийных сборника. При этом в одном из этих сборников древнейший перевод неких выписок по естествознанию, то есть пособие по медицине преподобный Кирилл или кто-то из братьев интересовался, ну, вероятно, для того, чтобы оказывать некую практическую медицинскую помощь. Конечно, получили свое отражение события, связанные с Куликовской эпопеей, с самой битвой, с периоду которой битве предшествовал. Сказание о Мамаевом побоище содержит в себе самый подробный рассказ о битве на Куликовом поле. Только здесь даны действия засадного полка, которым командовал князь Серпуховской Владимир Андреевич, двоюродный брат Дмитрия Донского. Ну, а другой памятник задонщины, такой очень своеобразный отклик на Куликовскую битву, автор этого произведения – Сафония Рязанец. Писание Сафония, старца Рязанца, «Благослови отче Задонщина, великого князя, господина Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича». Задонщину обычно датируют 80-ми годами XIV века, то есть она написана по самым-самым свежим следам события. Сильное влияние слова о полку Игореве, но при всем том, это произведение очень самобытное, очень эмоциональное, сам характер повествования очень эмоциональный. Повесть же о Куликовской битве приближается к летописному рассказу, недаром она была помещена в русские летописи, в летописные своды под 1380 годом, под годом Куликовской битвы. Повесть составлена на основании краткого рассказа, который назывался «О побоище Ижа на Дону». И здесь тоже ряд подробностей. Особенно показана роль князя Дмитрия Ивановича, он главный герой, а также его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского, стяжавшего прозвание «Храбрый». Но упоминается здесь и о сыновьях литовского князя Ольгерда, сражавшихся с татарами на стороне русских войск. Это Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. Сообщается также о смерти Мамая в Кафе, о его убийстве. Повесть о Тимир Аксаке. С одной стороны, это классическая воинская повесть. Существовал такой жанр, существовали законы этого жанра. С другой стороны, это сказание о чуде, бывшем от Владимирской иконы Божией Матери. Чудо, которое остановило движение Железного Хромца Тимура Тамерлана. Эта повесть тоже входит в русские летописные своды. Ну, что касается авторов, мы уже говорили о Епифании Премудром, который является автором жития преподобного Сергия Раднишского и других произведений. Он инок Троицы Сергиева монастыря, назван Сергиевым учеником, автор житий и произведений других жанров. Известно, что он был вот в том самом Григорьевском затворе, о котором мы так мало знаем, но практически ничего не знаем, так же, как и Стефан Пермский. Он полагал там основу своему образованию. И, надо сказать, писатель-то он был первоклассный. Он учил славянский, учил греческий по его собственному признанию. Кроме того, прекрасное знание священного писания. Как это проверяется? Цитаты. Цитаты, которые приводятся на память. Вот мы видим цитаты из Ветхого Завета, из Нового Завета, особенно часто Псалтырь, одна из самых употребимых, одна из самых, наверное, любимых книг священного писания тогда в Древней Руси. Известно, что он был в Константинополе, на святой горе Афон, был в Иерусалиме. Он автор похвального слова преподобному Сергию Радонежскому, собирал материалы о его жизни, а так же автор слова о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом, просветителя Пермского края, современника преподобного Сергия, святителя Стефана Пермского. Его жизнеописание написано в 90-е годы XIV века. И вот там множество цитат. Значит, подсчитали, что цитат 340, 158 – цитат из Псалтыри, причем он цитирует их не по тексту, а по памяти. То есть эти тексты живы в его сознании, в его душе, всегда для него актуальны. Что касается жития преподобного Сергия, то выделяется, собственно, житие и похвальное слово, в общем, довольно пространное, большое по объему. К личности преподобного обращается и другой автор этого периода, Пахомий серб или Пахомий логофет, самый плодовитый автор древнерусской литературы этого периода. Он умер уже после 1484 года. Он составитель, редактор житий, похвальных слов, служб и канонов. Известно, что он жил в Новгороде и составил там новую редакцию жития преподобного Варлама Хутынского, а также похвальное слово этому святому и службу ему. То есть вот существует определенный набор текстов, в данном случае связанных с почитанием святого. Также он составил похвальное слово и службу празднику, любимому новгородскому празднику, в честь иконы Божией Матери, именуемой Знамени. Возможно, он записал бытовавшее в устной традиции сказание о путешествии архиепископа Иоанна Новгородского, с которым и связано чудо от иконы Божией Матери, о путешествии Иоанна Новгородского, Набесиев и Иерусалим. Приблизительно в 1440-43 году он находился в Троице-Сергиевом монастыре, до 1459, значит, где-то в 1443 он там появляется, живет до 1559 года, в это время составляет житие преподобных Сергия и Никона Радонежских. Также похвальное слово службы им и житие святителя Алексея Митрополита Московского. В 1459-61 годах он снова в Новгороде, при архиепископе святителе Ионе. Там составляет житие архиепископа Ефимия, похвальное слово на покров Пресвятой Богородицы и службу преподобному Антонию Печерскому. В 1461-62 году он перебирается на Белоозеро, собирает материалы для жития преподобного Кирилла Белозерского. Затем вновь в Троице-Сергиевом монастыре, в 1464-1470 вновь в Новгороде, где составляет житие святого Саввы Вишерского. В 1479 году перенесение мощей святителя Петра связано это со строительством нового соборного храма Успения Пресвятой Богородицы в Московском Кремле. И вот он пишет, соответственно, по поручению великого князя и митрополита Филиппа I, пишет слово, а также два канона святителю Петру. В 1473 году канон святителю Стефану Пермскому. Всего им составлены 11 житий и 14 служб, собственно, богослужебных текстов. Что касается географического жанра, жанра житий святых, то, конечно, мы поговорили о самых крупных фигурах, работавших в рамках этого жанра. Другие произведения, которые связаны с отражением актуальных событий, это повесть о Флорентийском соборе и хождение во Флоренцию, тоже написаны по свежим следам. В первом дается резко негативная оценка унии, ну а во втором первое в русской литературе подробное описание Западной Европы без каких-либо оценок к происходящему. Человек, видимо, был не очень заинтересован, он принадлежал к разряду посланников великого князя, хотя мы точно не знаем, кто это такой. Итак, сегодня мы завершили историю русской церкви монгольского периода. При следующей нашей встрече переходим к рассмотрению периода следующего, периода разделенной метрополией. Так что до новой встречи. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова